Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Чувашия продолжит расширять партнерские связи со страной восходящего солнца. Деловые переговоры глава Республики провел накануне в Москве. Михаил Игнатьев принял участие в официальном приеме в честь дня рождения императора Японии. О перспективах двухсторонних отношений сюжет Дмитрия Ковалева. Всевозможные виды суши, морские караси, необычно приготовленные водоросли, рисовые печенья. Спрос на японские блюда за последние годы вырос в разы. В стране восходящего солнца сейчас производят немало продуктов для тех, кто стремится питаться правильно. Люди уже меняют свой образ жизни и приходят к тому, что пора браться за питание правильно. Лапша очень популярна. Опять же возвращаемся к правильному питанию, потому что у них очень много лапши, которую можно есть, кто на диете или диабетиком. Раньше они хотели что-то, то, что они знают. Сейчас мы можем их приучить к чему-то еще. Реализацию японской продукции будут налаживать главпочтампы двух стран. Пилотный проект уже запущен. В ближайшие годы товары из-за рубежа будут доставляться во все регионы. Меморандум о сотрудничестве в 2016 году подписали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синзо Абе. Тестовые продажи уже стартовали. География будет расширяться. Россия привлекательна для японского бизнеса. Благодаря двухсторонней кооперации в Калуге начали выпускать вот такие внедорожники. А в Чебоксарах предприниматели из страны восходящего солнца поставили на поток производство жгутов для машин. Мы знаем, что Чувашия уделяет большое значение своему инвестиционному потенциалу. Думаю, что в перспективе с инвестиционными проектами в республику придут и другие японские бизнесмены. На прошлой неделе была проведена японно-российская комиссия по экономическому сотрудничеству. Представители Чувашской республики презентовали возможности, которые могут открыться перед бизнесменами. В следующем году, когда будет удобно, приглашаю Чувашию и Чебоксары. Приглашение главы региона министр посольства принял. На следующий год намечен официальный визит. Для развития двухсторонних отношений лидеры стран делают немало. На первый план сейчас выходят прямые связи между российскими регионами и японскими префектурами. Россия – великая держава и большая страна. Поэтому в этом году не менее активно развивалась обмен не только на уровне центрального правительства, но и на уровне регионов. Сегодня вместе с нами президентом Чуваш, господин Геннадьевым, губернатором Ульяновского образа господин Морозов. Нам оказывается огромное доверие. И этим доверием надо правильно просто воспользоваться. И я абсолютно уверен в том, что в ближайшей перспективе, в среднесрочной перспективе, еще несколько производств было открыто. Внешнеторговый оборот между японскими префектурами и Чувашской республикой вырос в 9 раз. Для региона страна восходящего солнца – ключевой импортер. Очень здорово, что именно один из наших лидеров рейтинга стадионизационного климата, республика Чувашия, в данном случае оказалась среди первых субъектов Российской Федерации, активно выстроивших свое международное сотрудничество с японскими префектурами, а также в активном взаимодействии находятся с крупнейшими компаниями, представителями японской экономики. Межрегиональное сотрудничество, вот именно этот разрез взаимодействия на уровне субъектов Российской Федерации и префектуры Японии, на наш взгляд, это та самая сфера, где наибольший прогресс может быть достигнут. Я имею честь возглавлять специальный консультативный совет Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству между Россией и Японией. И занимаясь этим, что называется, не понаслышке, а в ежедневном режиме, Чувашская республика, как всегда, на острие, она правильно, четко чувствует существо момента, активно включается в проработку и последующую реализацию соответствующих проектов. Коллега Николаев, мой коллега по Совету Федерации, входит в консультативный совет, о котором я только что говорил, и мы вместе активно работаем над тем, чтобы именно чувашские интересы, интересы чувашских производителей, интересы людей, которые живут в Чувашии, нашли бы максимальное отражение в контексте двухстороннего сотрудничества. Двухсторонние связи будут расширяться и дальше. В 2018-м в России стартует год Японии, а в стране восходящего солнца – год России. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика, из Москвы. Решение Владимира Путина пойти на выборы президента России в 2018 году было вполне ожидаемо, но все же вызвало определенный общественный резонанс в экспертной среде. Личность знаковая для нашей страны, для нашего общества. И в настоящее время мы имеем мощного лидера, который вывел нашу страну на буквально новый уровень в мире. Мы имеем нынче практически одну из основных держав на Земле, которая задает тон, задает моду во внешней политике. Помимо этого, все общество нашей страны понимает, что большие подвижки произошли во внутренней политике и достигнуты огромные успехи в экономике, в здравоохранении, в жизни внутриполитической. В лице Владимира Владимировича в настоящее время мы имеем просто образ для подражания, особенно для молодежи. Будучи президентом, будучи премьер-министром, человек работал только на свою страну, на нашу Россию. И выдвижение на очередной срок, на мой взгляд, это победа для России. Я рад этому событию, потому что те дела, те проекты, те шаги, которые предпринял президент за все это время, они продолжат. Наша страна продолжит путь к великой стране. Я считаю, что Россия этого достойна, достойна этого человека. Как будет развиваться республика в ближайшие 17 лет и какому результату должна прийти? На заседании экономического совета при главе Чувашии обсудили стратегию развития 2035. Предсказывать будущее – категория не экономическая. При составлении перспективных планов опираются на другие документы, прогнозы, расчеты конкретной проекта. Министерство экономического развития подготовило документ, который кратко можно назвать «Стратегия развития 2035». В ней пять ключевых целей – рост конкурентоспособности экономики региона, создание еще более привлекательных условий для инвесторов, развитие бизнеса, обеспечение экологической безопасности. Впрочем, главным героем стратегии является человек. Необходимость разработки стратегии вызвана целым рядом изменений функционирования экономики, развитием новых технологий, потребностью формирования актуальных стратегических задач. Стратегия нацелена в первую очередь на удовлетворение потребностей населения. Это, прежде всего, создание условий для развития человека. Информация о том, как достичь ключевых целей, также содержится в документе. А так, например, чтобы экономика оставалась конкурентоспособной, необходимо переводить ее на цифровые технологии. Тренд по развитию цифровой экономики президентом России Владимир Владимирович Путином задан. И не заниматься ее развитием – это значит отставать в отрасли. По нашему мнению, развитие цифровых технологий увеличит долю в экономике республики наукоемких отраслей. Наукоемкие технологии требуют квалифицированных кадров, а значит развитие ряда направлений образования и хороших условий жизни, чтобы эти самые кадры оставались работать в регионе. Иными словами, стратегия 2035 – это большой комплексный документ, который определяет вектор развития на ближайшие 17 лет. Глава Чувашии поручила доработать его до конца этого года с учетом предложений участников экономического совета. В Чебоксарском районе около деревни Кадыркасы началось строительство тепличного комплекса. Напомню, решение было принято еще в начале 17-го года, когда глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель совета директоров группы компании «Ренова» Виктор Виксельберг подписали соглашение. Строительство теплиц было признано правительством Чувашии приоритетным проектом. И спустя 9 месяцев проект обретает реальное очертание. Вот здесь, вблизи деревни Кадыркасы, уже через год заработают новые теплицы. В конце 2018 года планируют собрать и новый урожай. Мы приступили к работам по вертикальной планировке территории и готовим эту территорию для забивки сваи. То есть готовим свайное поле. Весь проект идет в рамках подписанной дорожной карты. Никакие сроки у нас не сдвигаются. Инвестиционный проект движется активно. Инвестиционный проект беспрецедентен для республики. Он стоит более 6 миллиардов рублей. К 2021 году планируется выпускать более 19 тысяч тонн овощей. Чувашская республика производит ежегодно около 170 тысяч тонн овощей. Из них овощи закрытого грунта всего около 13 тысяч тонн. Это очень мало. Овощами закрытого грунта мы обеспечиваем себя всего на 20%. Из всех овощей 74% производится в личных подсобных хозяйствах у населения. Мы говорим, сегодня мы должны быть готовы. Если мы хотим увидеть качественную продукцию, этого добиться можно. К сожалению, в основном в крупнотоварном производстве. Теплицы позволят трудоустроить почти 500 жителей муниципалитета со средней зарплатой более 20 тысяч рублей. Уже сейчас руководство тепличного комплекса набирает сотрудников и обучает их. Есть в администрации района и сельского поселения и ответ на некоторые каверзные вопросы, озвученные в отдельных средствах массовой информации. Все сделано в соответствии с буквой закона и права местных жителей не нарушены. Данный земельный участок он выкупался у СХК Атлашевский, то есть не у долевиков. И это часть земельного участка. Вторая часть земельного участка – это вражная часть, она выкупалась через Ауксово. Сейчас на земельном участке дорога не касается проект планировки, потому что и проектный желание, когда ее утверждали, рассматривали все варианты, там нет, вопросов нет. По земельным участкам не проходит. Вопросы, я считаю, сняты, сейчас только работа. Работу мы уже реально, в принципе, видим, она подготовительная идет. И надеемся, что те инвестиции, которые предусмотрены, они придут к нам, будут реализованы, и мы получим новую экологически чистую продукцию. В Международном дню борьбы с коррупцией посвятили целую серию событий, конференций, совещаний и круглых столов. Они прошли в учреждениях, организациях, органах государственной власти. Комиссия по координации антикоррупционной работы в Чувашской республике подвела итоги за год и наметила задачи на будущее. Борьба с коррупцией во всех ее проявлениях – важнейшая стратегическая задача, которую ставит президент страны Владимир Путин. Резонансные дела с участием высокопоставленных чиновников свидетельствуют о серьезности намерений. В Чувашии проводится последовательная антикоррупционная политика, которая приносит результаты. Вот лишь несколько фактов. В частности, снижение зафиксировано по обращению в сфере жилищно-поммунального хозяйства, здравоохранения и образования, распоряжения государственным и муниципальным имуществом. На позитивную динамику повлияли в том числе повышение прозрачности деятельности служащих, усиление ведомственного контроля и ужесточение ответственности за совершение коррупционных правонарушений или преступлений. В жительной республике уровень коррупции в регионе оценивают ниже, чем в целом по стране, по Российской Федерации и в целом по Приворскому федеральному округу. Лучше всего ситуацию иллюстрируют данные статистических опросов. Респонденты анонимно, а оттого достаточно откровенно, рассказывали о своем опыте взаимоотношений с чиновниками в различных сферах. Если в 2010 году 42% людей участвовали в коррупционных делах, 42% это 420 тысяч человек из миллиона жителей давали хотя бы один раз за 12 месяцев какое-либо материальное вознаграждение. И в 2017 году уровень коррупции у нас опустился до 7%. Уже 7% лиц за последние 12 месяцев участвовали в коррупционных сделках. Это снижение в 6 раз. Чаще всего граждане жалуются на необходимость вознаграждения для медиков, поборы в сфере образования, махинации при распределении путевок в детские лагеря. Нередко приходится договариваться о месте в детском саду или о приеме в престижную школу. К числу коррумпированных относит и местное самоуправление, однако в значительно меньшей степени, чем вышеупомянутые отрасли. Впрочем, количество правонарушений коррупционной направленности снизилось во всех сферах, причем заметно. По словам министров, этому во многом способствует строгий контроль при проведении госзакупок, установлении обратной связи с населением посредством горячих линий и телефонов доверия. Большую роль в противодействии коррупции играет профилактика. Разъяснительная работа, повышение правового самосознания, социальная реклама – все это приносит положительный эффект. За участие в профилактической работе отметили и журналистов республиканских СМИ, в их числе и наши коллеги из Национальной телерадиокомпании «Чуваши». Елена Гальперина, Андрей Шоклев, «Республика». Сегодня в Чебоксарах состоялось торжественное закрытие года матери и отца в Чувашской республике. Семья – это главное в жизни каждого человека. Нужно беречь семейные ценности и традиции, любить свою малую родину, родителей, жить в мире и согласии. Под этими девизами в рамках года матери и отца в республике прошло более 12 тысяч самых разных мероприятий. Это и первый республиканский форум отцов и матерей «Я родитель», фестиваль семейного художественного творчества «Вместе дружная семья», творческий конкурс «Традиции моей семьи», конференции отцов, благотворительные марафоны, акции и многое другое. В них приняли участие более 480 тысяч жителей Чуваши. Наша республика богата, богата семьями, семьями талантливыми, семьями спортивными. Очень много у нас в республике семей долгожителей с датой проживания 25 лет и более. Конечно, я хочу всем пожелать, всем семьям Чуваши и России по-настоящему быть счастливыми. Сегодня на уровне государства идет большая поддержка семье, забота о молодых поколениях. Все семьи, даже от рождения первенца, получают сегодня государственную поддержку. Это последнее решение нашего национального лидера президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И я как представитель Государственного совета Чувашской республики смело заявляю, что это направление мы будем только активно поддерживать и реализовывать на территории Чувашской республики. Важным событием уходящего года стало учреждение главой Чувашской республики почетного знака «Материнская слава». Этим знаком будут награждены матери, которые внесли большой вклад в укрепление семьи. В конце каждого года подводятся и итоги республиканского конкурса «Семья года». Самый семейный, самый ответственный, самый трогательный. Именно таким является этот конкурс. В 2017 году это почетное звание присвоено семье Львовых. Нам семью подарил Белый Альф. Он принес нас в родимый дом, где тепло и уютно. Вместе очень весело мы живем. Во дворах и на дорогах разлились ручьи. Сегодня с утра движение в центре Чебоксар было затруднено из-за аварии на водопроводе. Исток новой городской реки расположился в одном из дворов по улице Энгельса. Город Чебоксары, улица Николаева. Что-то прорвало. Бьют фонтаном подземные воды. Это первые минуты после аварии на трубопроводе. Видео заснял случайный прохожий и отправил в нашу редакцию. А это другой очевидец ЧП. Прямо гейзером фонтан вот так вот. Я сначала глазам не поверил. В окно смотрю на кухню. Вот так вот прям. И пошел поток. Ребята вот тут стоят сначала, отступают, потом как дернули нафиг. И рекой пошло вот так вот. Так река выглядела из окон близлежащих домов. А дальше ручьи потекли по дворам, дорогам, тротуарам и вылились на проезжую часть улиц Энгельса и Гагарина. Из-за этого затруднилось движение машин и пешеходов в центре города. Вода хлынула из-под земли около восьми утра. Спустя полчаса на месте появились первые работники аварийных служб. Затем подтянулись сотрудники МЧС. Прикатил экскаватор. Водоканал сейчас они все перекрыли. В общем, да. Сейчас начнутся сварочные работы. Правильно? Я думаю. Не сварочные, скорее всего. Кусок-то невозможно применять. Воду в соседних домах не отключили. Всех потребителей перевели на другой водовод. Причина аварии пока точно не ясна. Сообщили в ЕДДС. Возможно, это случилось из-за движения грунта. Как говорится, нарушилась герметизация этого стыка и вода пошла. А может быть, там сам металл не выдержал. Вот сейчас выроют, будет видно, что там получилось. Пока сейчас нельзя сказать, что там конкретно произошло. Земляные работы сейчас продолжаются. Полностью завершить ремонт планируют к утру 9 декабря. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Шестой региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills подошел к концу. Три дня участники боролись за звание лучшего в своем деле. Кому это удалось, выясняла наша съемочная группа. 32 компетенции, 7 площадок проведения и больше 200 участников. Такова статистика этого чемпионата. Второй год подряд в нем участвуют учебные заведения не только республики, но и соседних регионов. Нынешняя география – 10 областей. Конкуренция более чем солидная. На современном производстве нужны сейчас вы – молодые, креативные профессионалы, которые уже сейчас на стадии обучения показали тому, чего вы можете. Чемпионат завершается, но мастерство остается с вами. Есть возможность ваше мастерство увеличить, стать действительно настоящими профессионалами. По сравнению с прошлым годом, компетенций стало больше почти в два раза. Например, промышленная автоматика. В ней соревновались пять человек. Лучшим стал Александр Мусатов из Чебоксарского электромеханического колледжа. Задание сложное, это действительно чувствуется. И, собственно, успеть все достаточно тяжело, но тренируясь, можно достичь большего результата. Планирую идти дальше, готовиться к следующим соревнованиям, которые должны быть уже в 2018 году. И надеюсь, что тоже выступлю хорошо. Еще одно новшество коснулось и судейства чемпионата. Сейчас мы ввели джаджмент. Это когда оценивают субъективную оценку независимые эксперты. Это были у нас с производства дизайнеры, веб-дизайнеры, графические дизайнеры с известных фирм. И они оценили достаточно жестко. Но, что хорошо, они потом встретились с участниками, провели с ними мастер-класс. Было очень-очень интересно. Впереди у победителей регионального чемпионата новая цель. Отборочные соревнования, которые пройдут в будущем году. Успешное выступление на них даст возможность попасть в состав национальной сборной. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Половинчатое решение Международного Олимпийского комитета. Разрешить участие так называемым чистым российским спортсменам в Олимпиаде в Южной Корее, но под нейтральным флагом. Вызвало бурю эмоций у любителей спорта. Наша творческая группа вышла на улицы столицы республики, чтобы послушать мнение горожан. Вы знаете, это очень спорный вопрос. Тут все зависит от государства. Потому что спортсмен, у него мечта одна – выступить. Все зависит. Показать себя, показать свои результаты, на что он способен. Он ради этого тренировался. Может быть, у кого-то это и последняя Олимпиада в жизни, в которой он может участвовать. А так, я считаю, что надо выступать. Все участвуют, все принимают этот допинг. И только к нашим так придираются сильно. Если наши так выступают, значит, все должны под нейтральным выступать. Это нечестно получается. Допинг не предъявили почему-то, как говорится. Очень плохо отношусь. Но думаю, наши все равно победят. Даже под любым флагом. Но под нейтральным выступают, да? Пускай выступают, да. От этого нельзя отказываться. Обязательно надо выступать. Это такой вопрос. Это долго можно говорить, но я лично за. Да. Пусть выступают. Политика. А ребята при чем тут? Почему мы должны выступать под каким-то флагом, когда у нас есть свой флаг? Российская Федерация. Это испокон веков, грубо говоря. Его же не просто так придумали. Это гордость. Это гордость России. Гордость всему. Ну, по мне пусть едут. Пусть нейтральный флаг, но едут. Человек готовился. Всю жизнь готовился. Я думаю, так. В центре занятости населения города Чебоксары прошел единый день открытых дверей для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие дети, студенты и взрослые. Сюжет об этом смотрите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Профориентация школьников и студентов с ограниченными возможностями ничем не отличается от обычной. Ребята также проходят тестирование в центре занятости, чтобы определить для себя, какой тип профессии им больше подходит. Затем их консультирует профориентатор. Главное объяснить детям, что ограниченные возможности – это не препятствие в достижении цели. Каждый из них может получить желаемую профессию и устроиться на достойную работу. Преодолеть личностные и социальные барьеры детям-инвалидам помогают профконсультанты Центра занятости населения. Еще один важный момент в работе профориентаторов – знакомить ребят с профессией прямо на производстве. В этот раз они пригласили девятиклассников из Кугейской школы-интернат на один из хлебзаводов Чебоксар. Запах свежевыпеченного хлеба не сравнить ни с чем, как и сам хлеб. Это труд сотен людей, которые вкладывают всю душу в румяный каравай, вздобную сайку и даже в маленькую булочку. Здесь ребят познакомили со всеми тонкостями выпечки хлеба, начиная с замеса теста до упаковки продукта. Такие экскурсии важны детям, нашим обучающимся, чтобы они воочию посмотрели, посмотрели, как работают. Хлеб – наша голова, все говорят, чтобы они знали, как выпускается хлеб, чтобы ценнее к нему относились и к работе хлеборобов тоже. Экскурсия очень ребятам понравилась. Надеемся, после этой экскурсии, после хорошего выступления, рассказа, после обзора, дети поступят учиться. И кто-нибудь, вероятно, придет из нашего класса работать сюда. Узнал столько многого, как вообще готовят батон. Мне здесь очень понравилось. Я думаю, может, в будущем я здесь как-то буду работать. Пока ребята лакомились вкусными булочками и горячим хлебом, в центре занятости Чебоксар в полную силу работала ярмарка вакансий «Занятость без границ». Представители различных предприятий города презентовали свои организации. Людям с ограниченными возможностями предлагались вакансии инженера, оператора связи, продавца, кладовщика. Решил не упускать момент. В одном месте столько организаций. Ну, понравилось то, что встречают хорошо, объясняют все сразу на месте. Здесь же можно было задать вопросы представителям пенсионного фонда, медико-социальной экспертизы и юристам. Специалисты рассказывали и о правах людей с ограниченными возможностями при трудоустройстве, о назначении пенсии, о прохождении медико-социальной экспертизы. А те, кто не смогли прийти лично, звонили специалистам центра занятости по скайпу. Мне интересует вопрос насчет профобучения на веб-дизайн, когда возможно и... В этом году курсов уже не будет. Курсы будут в следующем году. Где-то начнутся в конце января или в начале февраля. Вы можете обратиться в 103 кабинет. Хорошо, спасибо. А еще вакансию могли посмотреть. Вакансия оператора ВМ вас интересует? Да. На сегодняшний день у нас две вакансии оператора ВМ. Для решения проблем людей с ограниченными возможностями в центре занятости населения создан специальный отдел. Мы организовали впервые за 26 лет работы нашего центра. Мы выделили отдельный отдел для работы с инвалидами. Этот отдел, он всерьез занимается формированием банка данных по этим людям, информатизации.